На нашей комиссии сегодня тоже рассматриваются вопросы, связанные с оказанием адресной помощи гражданам. Это наша новая социальная политика, это не политика, когда просто всем сестрам по серьгам раздавалось понемногу, по 5 тысяч, по 10 тысяч, вроде бы, так сказать, теоретически оказали помощь человеку, который попал в трудную жизненную ситуацию. А то, что не решили проблемы его, ну, вроде бы, мы-то тут при чем? Мы же вот раздали, так сказать, приличное количество денег, и все. Мы отказались от этого. Да, какая-то часть населения, которая более состоятельная, сегодня стала не получать вот эти невеликие, так сказать, там, виды помощи, лишилась этой меры поддержки. Но не лишилась из-за того, что якобы у нас денег нет. Не так. А лишилась она этой меры поддержки, потому что эти деньги нужны в другом направлении. Чтобы мы вылечили ребенка и заплатили за его лечение 10 миллионов. Чтобы мы построили дом и выделили там миллион-два миллиона рублей, чтобы дом был построен. Чтобы мы решили проблемы для людей с ограниченными возможностями, переделав все. И вход в подъезд, и весь подъезд, и вход в квартиру, и внутри квартиры поменяв все, все косяки, все дверные полотна, чтобы он мог двигаться на коляске, и иметь возможность выйти на улицу и быть таким же, как мы. Я хочу еще раз обратить ваше внимание о том, что мы живем неполных пять месяцев, и уже в результате вот такой, социально выверенной, хорошо поддержанной со стороны ведущей политической силы, фракции партии «Единая Россия» в законодательном собрании, политики реализовали достаточно большое количество мер материальной и финансовой поддержки. Выделили практически 64 миллиона рублей за четыре с небольшим месяцем. Более полутора тысяч человек получили финансовую помощь. Почти 140 человек получили помощь в связи с пожарами, а это значит о том, что мы абсолютно большинство из них восстановили жилища. Еще почти 600 человек получили огромные средства на лечение, а это значит о том, что у них не только со здоровьем ситуация выправилась, в конце концов появился шанс на жизнь. Мы здесь многие ситуации рассматривали. Более 350 человек получили средства на газификацию жилья. Это значит о том, что они перестали жить в не очень комфортных условиях, когда нужно запастись дрова, уголь, когда нужно в течение суток и ночи, в том числе, несколько раз вставать и подбрасывать дрова или уголь в эти печки, чтобы согреться. Много что сделали, но еще больше нам предстоит. И мне доставляет огромное удовольствие говорить о том, что все больше и больше людей вовлекаются в эту помощь, независимо от возраста. А через эту так называемую всестороннюю помощь мы воспитываем настоящих патриотов. Мы воспитываем людей, которые любят свою страну, любят свой народ. И прежде чем мы приступим к рассмотрению всех вопросов, которые у нас сегодня запланированы, я хотел бы сказать о том, что вот рядом с нами, здесь, в этом зале, за этим столом, находятся ребята, которые по-настоящему являются патриотами с большой буквы. Я бы назвал их героями. Это ребята, которыми, несомненно, гордится не только семья, но и, несомненно, которыми будет гордиться и их малая родина, и Ульяновская область в том числе. Это ребята, которых мы будем очень часто приглашать на самые торжественные собрания, на самые торжественные встречи, потому что отныне, в связи по-настоящему с тем подвигом, который они совершили, они герои, герои Ульяновской области. Я хотел бы, соответственно, с распоряжением губернатора за высокую самоотверженность, за смелые и решительные действия, проявленные при спасении жизни ребенка на пожаре, вручить этим ребятам именные подарки. Распоряжением губернатора Ульяновской области за высокую самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные при спасении жизни ребенка на пожаре, а также именным подарком губернатору Ульяновской области с вручением свидетельства, награждены учащиеся муниципального казенного образовательного учреждения среднеобразовательная школа села Александровка Меликесского района, Кшнякина Алёна Сергеевна. Кшнякина Ирина Сергеевна. А также Пыркина Екатерина Сергеевна. Приказом министра Российской Федерации по делам гражданской обороны в чрезвычайной ситуации, награждаться в последствиях стихийной бедствии, за смелые решительные действия, проявленные при спасении людей, наградить. Медалью МЧС России за отвагом пожара Пыркина Екатерина Сергеевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так вот, в таком возрасте уже награждена медаль. Тем же приказом медалью МЧС России за отвагу на пожаре наградить Княжкину Алену Сергеевну. Наградить медалью МЧС России за отвагу на пожаре Княжкину Алену Сергеевну. Спасибо за службу. Пока есть такое поколение, я думаю, не все потеряно у нас. Потому что люди, дети, не зная по опасности, зная, прекрасно видят, что попал в беду человек, видят, что девочка начинает прятаться непосредственно уже в этом шкафу, зная, что такие действия, в принципе, будут, бросились на помощь, вытащили девочку, привели к соседям. Соседи вызвали пожарных, они потом еще пытались опять забежать в этот дом, зная, что там еще могут быть. Молодцы. Спасибо. Молодцы. Ну что, спасибо огромное вам. Спасибо. Хорошо, давайте тогда вернемся уже окончательно к заседанию нашей общественной комиссии по рассмотрению вопросов о выказании адресной и материальной помощи гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И, пожалуйста, Екатерина Человна, вам слово. Добрый день, уважаемый Сергей Иванович. Добрый день, уважаемые члены комиссии. Добрый день, уважаемые присутствующие. Сегодня у нас в зале собрались заявители, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И вопросы, которые сегодня нам необходимо решить, они именно лежат в той плоскости, когда нам необходимо объединить наши усилия для разрешения тех трудностей, которые сложились в жизни у каждого пришедшего сюда человека, у каждой присутствующей здесь семьи. И хотелось бы начать с обращения из города Ульяновска. На комиссии у нас присутствует Романов Максим Александрович вместе со своим сыном Никитой. И, пожалуйста, внимание на экран. Никита, прошу прощения, учащийся четвертого класса среднеобразовательной школы номер 7. Занимается он бальными танцами в танцевально-спортивном клубе «Динамо Ульяновск» Федерации танцевального спорта России. Есть у него брат Ярослав, которому три года, Никите у нас 10 лет. Он достиг очень больших успехов уже и профессиональных, и творческих, и в обучении. В данной семье сложилась очень непростая ситуация. Мама супруга Максима Александровича болеет очень сложным заболеванием, которое развивается и прогрессирует на протяжении уже нескольких лет. В семье оказывается медицинская помощь. Но при всех сложностях, которые имеют место быть в этой семье, и в связи с тем, что папа полностью осуществляет все функции по воспитанию своих сыновей, ухаживает за своей супругой, единственный кормилец в семье. Никита должен участвовать в соревнованиях, и ему необходимо обзавестись амуницией. Две пары кожаной обуви, несколько танцевальных костюмов, и на все на это бюджет в этой семье не позволяет изыскать достаточные суммы средств. Поэтому, Сергей Иванович, есть обращение и есть предложение помочь указанной семье? Хорошо, давайте пообсуждаем, коллеги. Но сначала позвольте мне, Максим Александрович, уточнить, а что с подготовкой к школе уже, Никит? Сергей Иванович, он учится в седьмой школе, школа от МЧС. У них своя форма, сами видели, сами знаете, наверное. Естественно, что да, мы заказываем эту форму, тоже шьем у швей. Как правило, где-то в июне-июле я начинаю это все заказывать. Давайте вот так мы договоримся о том, что я думаю, что члены общественной комиссии не будут возражать, чтобы мы учили в рамках акции помочь собрать в школу, о том, чтобы Никиту подготовить к школе, чтобы у него никаких вопросов не было. Хорошо, что с тем, чтобы обеспечить Никиту необходимой амуницией? Сергей Иванович, разрешите, я вам скажу. Я посмотрела, да, потому что тоже немножко касаюсь танцев, посмотрела, Никита в марте этого года перешел в спорт высших достижений. Это очень многого стоит, поэтому ты молодец. И я сначала говорила... То есть он так вот серьезно, да? Да, я открыла сайт, он на самом деле в спорте высших достижений с 15 марта этого года. Поэтому это умничка, да, и в нашем регионе, когда детки танцуют и выходят, это не массовый спорт, когда вот танцуют, а все-таки здесь есть перспективы для мальчика. И когда я говорила, что я могла бы поделиться одеждой, у нас новая есть, но Никита, он намного выше Степана, да, поэтому вот такой возможности у меня не получится. И детки, которые переходят, он в этом году уже с нового года перейдет у нас в юниоры, он будет не в детях, а там более такая уже взрослая одежда, там на самом деле нужны средства. И на костюмы, я думаю, что нужно помочь. Это та красота, которая есть, и детки нам эту красоту дарят. Так что нужно, сколько нужно средств для того, чтобы нам закрыть проблему этого очень перспективного молодого человека? Сергей Иванович, не считая подготовки к школе, не считая иных затрат, около 35 тысяч. Да нет, да я не возражаю. А у нас вот кто здесь? Александр Викторович? Да, кто Александр Викторович? Александр Викторович? Реально, вот сколько нужно? Вы, наверное, все равно знаете, да? Чтобы мы здесь не ошиблись, а то сейчас выделим там, допустим, 30 тысяч, а нужно будет там 40 или 35. Они опять начнут, так сказать, думать, как... Я не видел конкретно сметы, но я могу предположить, что юниор один, то есть та категория, когда дети уже танцуют две программы и два, грубо говоря, спортивных костюма нужно, ну, каждый костюм порядка, так, значит, 15 тысяч выходит, плюс обувь. То есть, ну, где-то правильно, 35-40 тысяч. Это чтобы одеть ребенка по высшему разряду, чтобы он смог продолжить свои успешные выступления на всероссийских соревнованиях. Коллеги, есть предложение поддержать вот эту замечательную семью и, Максим Александрович, поддержать и Никиту конкретно. Давайте вот примем решение об оказании. Вот у нас с вами есть возможность сразу, так сказать, решить проблемы подготовки к школе в пределах 50 тысяч рублей для того, чтобы Максим уже не был ограничен финансами и одежду, в том числе, заказал Никите к первому сентября. Нет возражений? Тогда, Максим, вот мы на следующей неделе вам перечислим эти 50 тысяч рублей. Ну, я надеюсь, этих средств достаточно будет для того, чтобы решить эти проблемы. Я не знаю, просто, ну, как еще отблагодарить? Могу пока сказать спасибо. Нам сам, конечно, в семье было хорошо. Просто, действительно, вот он занимается уже несколько, сколько уже, пять-шесть лет. Бросать вот неохота, честно. И ему все портить, и потом он танцует в паре, получается, что и девочка, которая с ним танцует, ей тоже встанет перед выбором, что дальше делать, потому что найти мальчишек, которые вообще танцуют и занимаются танцами у нас, это вообще очень... Дефицит. Дефицит, да. Дефицит. У меня старшая из дочерей начала танцевать, парень ушел, и все, и закончил танц. Вот это тоже. А мы как-то вот с Никитой, с Ярославом, я не приучил вот так вот бросать это все, подводить других людей, подводить коллектив. Так что спасибо огромное. Никита, иди сюда, я тебе руку пожму. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Удачи тебе, всего самого доброго. Ну и возьми вот такой от нас, от взрослых, небольшой подарок. Спасибо. Поддерживайся с братом. Спасибо огромное. Давайте дальше. Следующее обращение Сергея Ивановича у нас также из города Ульяновска. Ситуация очень сложная. Представляет случай руководитель нашей общественной палаты, ректор Ульянского педагогического университета Тамара Владимировна Девяткина, которая пришла сюда с Шарагиной Ириной, студенткой второго курса Ульянского государственного педагогического университета факультета экономики и управления очной формы, где сложилась очень непростая ситуация. Тамара Владимировна, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Иванович, уважаемые члены комиссии, мы действительно с Ириной Олеговной, которой буквально через несколько дней исполнится 19 лет, студентка второго курса, обучающаяся на платной основе. Надо сказать, что Ирина староста у себя в группе, учится очень хорошо, трудолюбивая, совмещает работу, вот уже теперь совмещает работу с обучением. Мы сейчас подумаем, каким образом ей учебный план на третий курс сделать таким образом, чтобы она не потеряла свою работу. Трудоустроена старшим лаборантом кафедры управления сервиса. Это зарплатная плата, там всего лишь, ну, вы знаете, у нас не очень большие зарплаты, 6088 рублей, а на руки-то она получает 5000 всего. Ну, я уже сказала, что она хорошо учится, поэтому у нас для платников есть премия, не премия, а стипендия попечительского совета, поэтому мы ей выплачиваем стипендию попечительского совета еще, поэтому еще 5000 вот, и того где-то вот 10 тысяч на такое проживание после случившейся трагедии. В марте этого года умерла бабушка, а через месяц умирает и мама Ирина, и Ирина у нас вот остается самостоятельным человеком здесь, ну, в принципе, на всей земле, скажем так. Шарагин Олег Юрьевич в последние годы, это папа Ирины, не проживает с семьей, у него своя новая семья, ну, где-то по возможности, наверное, действительно, подчеркну, по возможности помогает, работает в речном порту водителем. В настоящее время Ирина проживает в квартире, оставшейся после мамы на улице Пушкарева. Пенсия по потере кормильца пока еще оформляется, есть формальности, поэтому вот на сегодняшний день это так. Все, что положено от нашей организации, мы, конечно, сделали, это и материальную помощь выписали. Надо сказать, что не остались в стороне и коллеги мамы, а мама наша коллега, она работала в детском саду, Рябинка, последние 20 лет, поэтому и там материальная помощь, ну, как можно в детском саду, так смогли, 6 тысяч они оказали помощь для нее. Ну, и хочу сказать, что буквально вот днями мы с Ириной договорились о том, что мы ее переведем на обучение на бюджет, правда, ей придется поменять специальность, да, она сейчас учится на специальности сервис, а на этой специальности у нас нет бюджетных мест, в большом сожалению. А куда вы хотите? На специальности социальной работы. На этом же факультете, но на специальности социальной работы, поэтому 3-4 курсы она будет учиться. Уверена, что будет учиться, потому что она до этого училась 2 года хорошо, и на сессию уже вышла. Я так думаю, что вот мы ее... А почему это 3-4 курсы, а не 5-й? Нет, у нас бакалавриат. А потом еще, мы сегодня еще проговорили, у нас планы в магистратуру. Вот я думаю, что к этому времени на магистратуре появятся бюджетные места, и можно уже на сервис идти на магистрское обучение на тех же бюджетных условиях. Но хочу подчеркнуть, что оформляется еще только пенсия, но и никому не секрет, пенсия всего лишь 8 тысяч рублей. А коммунальные услуги уже завтра надо оплачивать, кушать и одеваться, и готовиться к университету, к занятиям, да и на практику ехать уже сегодня надо. Поэтому вот у нас такая просьба. Мы обращаемся по возмещению коммунальных услуг, а это 4 тысячи ежемесячно, ну и так вот стандартно 10 тысяч на проживание и на подготовку к учебному году, ежемесячная вот такая вот оплачивать. Ирина, а ты живешь где? В Пашкарево, 38-50. В Пашкарево, 38-50, да? Там у тебя квартира? Да. Сколько комнатная? Два комнаты. И ты одна в семье, да? Да. Хорошо. Значит, Город там оказал, да, помощь финансовую? 47 тысяч оказал помощь Сергея Ивановича. Еще раз, значит, сейчас Ирина будет переведена на очную, бюджетную форму. Здесь мы закрываем проблему, здесь не надо тратить. Второе, значит, у Ирины сейчас будет стипендия. 5 тысяч, но, ну да, и социальная стипендия, она под нее попадает, так что же мы ее продолжать будем? Так, что еще у нее? Какой достаток? Пенсия по потере кормильца сейчас будет 8 тысяч. Пенсия пока оформляется еще. Ну, оформится, да? Я думаю, что там недолго, да? Но тут 5 тысяч, там 7-8, от всего 12. Еще? Еще? И зарплату 5. 5-30. Ну, грубо говоря, там 1019. И все. Да? Сколько ты платишь за квартиру? Знаешь уже? 4 тысячи, да. Значит, да, пожалуйста. Я просто хочу обратиться, Юрина, к тебе. Я немножко расплакалась, потому что я даже в таком возрасте потеряла своих родителей. Конечно, очень сложно. Но на тот момент, конечно, помочь было абсолютно некому. Ну, несмотря на это, все-таки я состояла с жизнью. Спасибо обществу, всем знакомым, друзьям, своей семье. Но у тебя есть сегодня помощники. Видишь, Тамара Владимирович сразу обратила внимание на твое горе. Ирина, я являюсь руководителем фонда партии «Единая Россия». И сейчас по предложению Сергея Ивановича мы быстренько здесь обменялись с Игорем Викторовичем. Мы решили тебе тоже присудить каждый месяц по 5 тысяч премии, стипендии, пока ты в такой жизненной трудной ситуации. И поэтому мы вас найдем буквально с понедельника. Нам там немножечко кое-какие документы нужны будут. Мы вам будем выделять. Хотите на сберегательную кассу будем перечислять. Хотите, значит, наличкой мы вам, как вам удобно, будем помогать вам. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ирина, скажи, пожалуйста, у тебя долг есть по коммуналке? Долго нет, хорошо. И второе. В квартире она в каком состоянии? Требуется ремонт или все это терпимо? Уже сделали. Спасибо. Коллеги, какие предложения еще? Ну, я в любом случае считаю, что, наверное, нужны какие-то дополнительные подъемные средства выделить, да? Девчонки надо одеваться, готовиться, в том числе не с горами. Новый учебный год. Зима растет, как обычно, молодой человек очень быстро, и это хорошо. Поэтому, тем более, да, еще, к сожалению, все очень свежо. Поэтому давайте мы примем все же вот это 50 тысяч. Коллеги, если вот мы примем решение, да, и порядка там 50 тысяч рублей мы выделим, да, единовременную такую материальную помощь, еще раз говорю, потому что там и 40 дней, да, там и полгода, да и само, еще раз говорю, одеваться надо. Нет возражений? Тогда таким вот образом делаем. Я хочу искренне поблагодарить фонд партии «Единая Россия», администрацию города Ульяновска, всех, кто… Администрацию государственного педагогического университета за такое вот участие в жизни Ирины. Ирина, мы соболезны по случаю смерти твоих очень близких родственников. Тебя точно никто не бросит. Тебя точно и Тамара Владимировна, и вот теперь и фонд «Единая Россия», и Алсу Харисовна сама будет, что называется, рядом с тобой. Если какие-то будут проблемы возникать, мы достаточно их быстро порешаем. Ну и на следующий год, на следующей неделе мы тебе перечислим эти 50 тысяч рублей, чтобы у тебя не было никаких первоочередных проблем. Спасибо тебе огромное. Самое главное, чтобы ты учился хорошо. Самое главное, чтобы ты была хорошим человеком. Самое главное, чтобы ты никогда не забывала своих родных и близких и не уехала из Ульяновска. Это тоже очень главное. Спасибо тебе огромное. Удачи тебе. Спасибо, Тамара Владимировна. Следующее обращение, Сергей Иванович, у нас также из города Ульяновска к нам обратилась семья Евстигнеевых. Семья многодетная, в которой воспитываются пятеро детей и очень-очень активные родители. К сожалению, их сегодня с нами нет, но это, наверное, все-таки к счастью, поскольку буквально вчера вечером они отбыли у нас для участия в окружном конкурсе «Успешная семья при Волжье-2015». Вернуться к нам буквально через несколько дней будем надеяться с победой. И данную семью представляет у нас Миронова Людмила Анатольевна, руководитель нашего центра «Семья». Это замечательная, активная, социально-активная, творческая, многодетная семья, которая является участником семейного движения Ульяновской области, а не членом семейного областного совета. Действительно принимает участие во всех фестивалях и конкурсах, которые проводятся на территории Ульяновской области в городе Ульяновске. И стали победителем конкурса «Семья года-2014» в номинации «Многодетная семья». Они лауреаты и победители городского конкурса, районного конкурса, Засияжевского района. То есть ее знают за пределами не только района, но и во всей Ульяновской области. Действительно, это семья с хорошими корнями. Очень трудолюбивая семья, имеет свое подсобное хозяйство. И действительно, как даже в унисон предыдущей встречи Сергея Ивановича, они-то и мама, и папа прививают детям любовь к труду, потому что каждый, даже маленькие дети, помогают родителям и заботятся о тех животных, которые у них находятся в личном подсобном хозяйстве. Действительно, как они очень, можно сказать, серьезно отнеслись к подготовке конкурса для того, чтобы представить Ульяновскую область на таком вот окружном конкурсе и выглядеть достойно. И подготовили реквизит для участия в конкурсе. Сшили костюмы, замечательные такие русские традиции, духовные традиции, православные, потому что, чтобы это было важно, показать не только вот себя, семью, но и показать Ульяновскую область. Сняли замечательный ролик о семье, об нашей Ульяновской области, о той любви, которой вот они прививают и семье, и детям к своей малой родине. Потому что просто мы даже подбирали музыку, то ли должны звучать гусли такие из истории, из старины, потому что, чтобы вот выйти и показать это вот достойно. Поэтому вот ко всему отнеслись очень хорошо, очень творчески. Я думаю, что они, ну, и победят, наверное, в конкурсе, действительно достойно представят. Так же, как и в прошлом году семья Грузина, которые представляли нашу область. Поэтому вот просим восполнить, может быть, тот вот небольшой семейный бюджет, который они израсходовали на подготовку к этому конкурсу, ну, и оказать такую вот адресную помощь. Семья действительно, Сергей Иванович, понесла очень серьезные затраты. Они сняли ролик для того, чтобы представить нашу Ульяновскую область и эту замечательную многодетную семью. Пришлось нанимать целый автобус, поскольку пришлось туда ввести реквизит, станки и другую атрибутику, чтобы на самом деле очень образно и ярко смогли организовать свое выступление. Поэтому есть предложение оказать помощь в размере 50 тысяч рублей, чтобы покрыть расходы, поскольку достаток в семье очень невелик. Родители трудятся оба. Есть предложение поддержать прозвучавшие предложения от Екатерина Челова, Сергея Николаевича, и на следующей неделе уже перечислить Марине Александровне и Евстигнеевой ту сумму, которую сейчас мы проговорили. Ну и, надеюсь, сожмем кулачки, чтобы будем болеть, чтобы они достойно выступили, представили наш регион и победили. Это тоже для нас очень важно. Нет возражений? Нет, Сергея Николаевич. Нет, хорошо. Здесь присутствует у нас очень юная, замечательная девушка, которую зовут Арина, Арина Андреевна Баюшева, которая обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с тем, чтобы у нее в ее жизни появился маленький друг, которого у нее нет. Живут они с мамой вдвоем. Скажи, про кого ты говоришь так загадочно? Про лабрадора, Сергей Иванович, маленького лабрадора. Ничего себе. Арина, ну расскажи нам. И где это? Чудо. Теперь Сергей Иванович, разрешите Сурский район включить. У нас обращение по случаю произошедшего 26 апреля 2015 года пожара в селе Белый Ключ Сурского района. В семье проживали двое. Валентина Петровна Жукова со своим сыном. Сын, к сожалению, на инвалидности страдает определенным заболеванием. Получают пенсию социальную. Валентина Павловна также является пенсионером. Ей 65 лет. Дом практически полностью сгорел. Проживать там невозможно. И есть вопрос с приобретением соседнего дома, стоимость которого составляет 50 тысяч рублей. У нас на связи депутат Совета депутатов Лавинского сельского поселения Акимова Галина Валентиновна. И Валентина Павловна, соответственно. И сколько удалось уже собрать средств для того, чтобы порешать проблему Валентины Павловны? 45 тысяч. 45 тысяч уже собрали. Молодцы какие. Можно понять, кто вложился? Да. Жителями села собрали 3 тысячи. Потом, значит, руководитель ОСУРСКИЙ ЛЕСХОЗДИМИН завез. Семье 10 кубометров пиломатериал на 20 тысяч. Потом районной администрации было выделено 5 тысяч рублей. И депутатом Верховного Совета депутат Вахониной Зой районной было выделено. Стиральная машина стоимостью 5 тысяч. Хорошо. Галина, скажи, пожалуйста, мы сейчас говорим о том, чтобы приобрести просто дом. Но я так понимаю, сгорело же, наверное, все и остальное, да, и имущество, и, наверное, там и телевизоры, и холодильники, и все остальное, да? Да, да. А сколько еще нужно средств для того, чтобы, ну, как, хотя бы вот это самое элементарное восстановить? Так, еще, наверное, 20 тысяч. Если 50 стоит дом, то еще 1020. Вот на все это имущество. А Валентина Павловна далеко у вас? Валентина Павловна, она у нас осталась дома. Она еще как бы отходит от этого случая, и вот представляют семью «Я» сегодня. А там одежду тоже нужно приобретать? Одежду все сделали, все привезли от населения, от соцзащиты с района привезли теплую одежду. Одежду собрали от села посуду, кровати, семена картофеля и лука, помогли в посадке. Ей это всего при разработке огорода помогли ей, и сейчас помогаем в проводе водопровода. Молодцы какие. Молодцы. Сурчане, молодцы. Главе администрации огромное-огромное спасибо. Коллеги, есть предложение поддержать вот такое по-настоящему начало, которое жители Сурского района развернули Лавинского сельского поселения. И давайте поговорим, какую дополнительную финансовую помощь мы окажем уже от себя. Пожалуйста, Алла Сухарисовна. Уважаемый Сергей Иванович, я разговаривала с этой семьей. Сын действительно очень больной, не работает нигде. Вот случилось такое несчастье. Я вот со своей стороны, как депутат Законодательного собрания, который как от Сурского района, хотел бы им тоже помочь этой семье. Я приобрела им постельное белье и посуду. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо большущие. Коллеги, есть предложение? Сколько там, кто как думает, нам нужно будет туда перейти на средства? То есть мы отдадим свои 50 тысяч на покупку дома, а те деньги, которые собрали, они там уже определятся, куда потратить. Там на мебель, на все остальное. Устроит, Галина, такое решение. Вот, допустим, мы туда перейти на 50 тысяч рублей на приобретение дома, а те средства, которые вы собрали с народом, вы там коллективно все там на эти средства приобретете. И телевизоры, и холодильники, и другие необходимые вещи. Хорошо. Большое вам спасибо, Сергей Иванович, и Алсу Харисовне. Спасибо огромное. Всем членам комиссии. Спасибо, коллеги. Нет возражений? Итак, перечисляем 50 тысяч рублей Валентины Павловны. Ну, и в ближайшее время мы все же доедем до Сурского района. Заодно там и, может быть, посмотрим, как дом уже начинает обустраиваться. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.